Слава Украине! Привет всем от Павловенского! Доброе утро! Бавовна! Да, ребята, сегодня начинаем утро с Бавовны, причем Бавовна была у нас не одна, поэтому будем вот этот клубок Бавовен раскатывать постепенно. И начнем с самой важной. Это Новошахтинский НПЗ. Надо сказать, что по этому НПЗ в Ростовской области уже несколько раз мы попадали. Попадали в марте этого года, но не такое грандиозное попадание было. В апреле попали тоже неплохо, но так, вывели на некоторое время из строя. И если мне не отбивает память, то самое вообще первое попадание по НПЗ, которое было, по-моему, году в 22-м, там прилетело два дрона. Да, и попали году в 22-м, летом что ли. И попали тоже по этому же НПЗ. Я не скажу вам, он тогда останавливал работу или нет. Рашисты утверждают, что нет. Это были первые наши экспериментальные дроны, по-моему, еще китайского производства. И определенную, сколько уж взрывчатки они тогда несли, я точно не знаю, никто же не говорит. Вот, и тогда мы еще на китайских дронах использовали их, да. И тоже попали, был взрыв, был какой-то пожар. Рашисты говорят, что тогда в 22-м они производство не останавливали. Может остановили и брешут постоянно. В любом случае, вот, было два приличных попадания, это уже в этом году, и одно экспериментальное в 22-м. Вот, ну а сейчас прилет был просто конкретный. Там ночью, вот все фото, видеоматериалы смотрим у нас в описании к данному ролику, ссылка. Ночью было попадание, или попадание я, насколько признаются сами расисты, там просто море огня. Надо сказать, что это крупнейшее НПЗ на юге России, и вывод его из строя, это еще раз повторюсь, Ростовская область, вывод его из строя, ну это равнозначно катастрофе у них. Учитывая, что прилетало и по Афибскому, и по Ильскому НПЗ, по Туапсинскому, по второму кругу прилетело, ну то на Вашатинске оставался. Он, кстати, ближе всего к нашей границе как-то, вот, ну он же там за этими оккупированными территориями, поэтому они себя чувствовали более-менее спокойно. Но, тем не менее, географически он ближе всего. Вот, и он оставался более-менее спокойным местом, и работал, работал, по крайней мере в мае он работал, но сейчас уже нет. Итак, друзья мои, что прилетело, мы до сих пор не знаем. Рашисты утверждают, что они сбили 30 миллионов ракет, говорят, 43 миллиарда беспилотников. Ну, это все, сами понимаете, на каком уровне, да? Самое главное следующее. Похоже, по размеру пожаров, все-таки, вот, знаете, я много смотрел этих попаданий по нефтезаводам. Ну, когда дрон попадает, ну, обычно что разбивается? Башня первичной переработки топлива. Да, пожар есть, и в принципе, да. Но вот он какой-то немасштабный. То есть, сгорела башня, нефтезавод, соответственно, вышел из строя, это понятно. А тут гухнуло так, что горит и башня, и все, что вокруг башни. Ну, тут конкретно, тут больше пожар, чем обычно. Поэтому, вот, даже некоторые расисты говорят, что прилетела ракета «Нептун». Насколько это правда, я вам сказать не могу. «Нептун» туда достанет, без вопросов. Вот, но насколько действительно был «Нептун», трудно сказать. Еще один момент. Ударов было два. Да, два удара. Значит, первый удар, получается, это когда попадание началось, потом началось тушение у них, и был второй удар. Все это происходило где-то с двух до четырех часов ночи. Нефтезавод из строя выведен полностью, и что-то делать сейчас не может. Насколько они там потушили и не потушили пожар, они брешут, поэтому даже не буду обращать внимания. Скажу одно. Что у них сейчас на юге там работает, на нефтепереработке, сказать сложно. Потому что ударом подверглись абсолютно все заводы. Причем некоторые, такой как Туапсинский или вот Новошахтинский, неоднократно. Да, это уже за этот год третий прилет туда. И, собственно говоря, судя по всему, этот завод таки, да, потушили. Так что, если кто-то там возмущался, что вот не лупят по НПЗ, лупят, лупят. И вот то, что они сделали с нашей энергетикой, это не пройдет бесследно, поверьте, для них. Точнее, от них и следа не останется. И там ни одна энергетика лупала. Не только этот. Это бы этот нефтезавод, скажем так, он сегодня не един и не единственный, поверьте мне. Там есть еще кое-что интересное. Слава Украине! Слава Украине!